4 кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями кратковременной дождь. Ночью 14-16, днём 21-23 градуса возможны грозы. В Москве местами кратковременные дожди. Ночью 12-14, днём 24-26 тепла. После полудня возможна гроза. Давление изменится мало и составит 741 мм рпутного столба, что ниже нормы. Ольга Копылова Я вас приветствую. В прошлую субботу мы начали разговор о заболеваниях печени. Моим собеседником был доктор медицинских наук, профессор-гипотолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Игорь Геннадьевич Никитин. Напомню, в первом эфире мы сделали акцент на факторах, которые плохо влияют на печень, ослабляют её и создают предпосылки для развития заболеваний. Если вы вдруг пропустили первый эфир, не страшно. Его можно послушать на сайте Радио России или посмотреть расширенную видеоверсию этой передачи на моём личном YouTube-канале. А вот сегодня мы собираемся продолжить начатый разговор, расскажем, какие симптомы говорят о неблагополучии со стороны печени, какие нужно сдать анализы и пройти исследования, чтобы не пропустить заболевания, ну и, конечно, расскажем о самых распространённых болезнях печени. В конце эфира Игорь Геннадьевич ответит на ваши вопросы, которые вы задаёте мне в соцсетях. Начнём с диагностики. По поводу чекапа, сейчас это модное слово, это тот необходимый и достаточный уровень, даже часто скрининговых, в основном даже скрининговых исследований, то есть тот набор исследований, лабораторных, лучевых, каких угодно, которые покажут, в каком состоянии печень. Это первый вопрос, попрошу вас... И такие исследования проходить? Ну, во-первых, у нас есть замечательное такое явление, я считаю, это реально достижением отечественного здравоохранения, как диспансеризация. И если к этому относиться на... ...пансеризация, которая должна проводиться с периодичностью один раз в три года, мы можем выявить достаточно чётко вот скрининговый парадокс, свидетельствующий о повреждении печени. Вот я вам расскажу такую историю. У меня была пациентка, Марья Ивановна назовем, мать троих детей. У неё муж потерял работу, лежал на диване, она ему там стирала трусы, носки. С утра детей в садик, она выполняла сумки продуктами детей с садика, а вечером ещё выполняла супружеские обязанности. Для нашей Марьи Ивановны это был обычный её режим жизни. И вот, Марья Ивановна стала уставать, убирая комнату своих детей. И их захотелось прилечь, полежать в течение дня. Для неё это необычный симптом, вот такой вот слабость. Она пошла к доктору. Доктор сказал, что вы устали, детально изучив её анамнези жизни. Понимаете, вам надо отдохнуть, вам надо поехать на курорт. Она съездила на курорт, вроде как чуть-чуть стало лучше. А потом случайно пошла и сдала биохимический анализ крови. И там 125 международных 1 мл было АЛТ. И вот этот повышенный уровень АЛТ, по сути дела, и послужил ключиком для дальнейших действий развития клинической ситуации. Оказалось, что он понял. Исследование биохимических тестов, включающих в себя определение липидного спектра, уровня трансаминаз и уровня ферментов холестаза и билирубина, это простейшая биохимия. Это достаточно надёжные маркёры, которые характеризуют функцию печени и её повреждения, возможно. Что касается ультразвукового исследования? Ультразвуковое исследование больше выявляет некие анатомические особенности со стороны печени. Ну, добрый, добрый. Ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование, которое заменяет функциональную биохимическую печень и бессилия, достаточно распространенную для нас.